Игорь Николаевич, спасибо большое, что нашли для нас время. У нас, как всегда, много вопросов к вам. Давайте начнем, чтобы успели все. Давайте. Тогда начнем с самого обсуждаемого такого вопроса. Все-таки на протяжении нескольких дней все обсуждают так называемый список бенефицаров. Вот Кролл не подтвердил его подлинность, но все об этом говорят. Видели ли вы этот список? Есть ли там для вас какие-то сюрпризные моменты? Что вы вообще про это все думаете? Ну, очень много говорят про этот Кролл. Нужно четко сказать, что официально этот документ никуда еще не поступал. Я имею в виду от тех, которые должны были его представить. Потому что президенту, спикеру, премьеру, Следственной комиссии парламентской прокуратуры, либо Кролл сам, либо Нацбанк должен был этот документ представить. Я еще два года назад на высшем совете безопасности требовал, чтобы его предоставили. Он так официально не был представлен. То, что там гуляет по прессе в разных формах. Во-первых, пусть разбирается откуда такой документ секретный. И кто его дал и для чего, для каких целей. Поднять, либо опустить кого-то и так далее. Потому что, мне кажется, что это подмена государственных учреждений в Молдове. Но этим должно заниматься соответствующий орган. Но из того, что в прессе очень много говорят, я думаю, что все понимают, что там был и Шор, и Плахотнюк, и другие. Почему прокуратура ничего не сделала за этот период, с этим нужно разбираться. Я думаю, что после того, как генеральный прокурор ушел в отставку, там движения будут. Я знаю, что сегодня уже прокуратура делала обыски и в аэропорту, и в других учреждениях. Это касается депутатов парламента. То есть, я не исключаю, что в ближайшее время, по информации, которую я знаю, прокуратура придет в парламент для того, чтобы поднять иммунитет некоторых депутатов. Я думаю, что это будет. И это должно было произойти еще несколько лет назад. Я не согласен с тем высказыванием, что лучше поздно, чем никогда. Как раз лучше вовремя нужно было все это делать, чтобы кто-то из них не уехал из Молдова. Но то, что в ближайшее время мы увидим инициативы прокурора по поднятию иммунитета ряд депутатов, я в этом уверен. Конечно, сейчас заинтриговали. Фамилии не дам, потому что я еще не знаю. Но я думаю, что там скамейка довольно длинная. Действительно заинтриговали, но те фамилии, которые мы видели, понимаете как? Самые из них титулованные, это все-таки получается Плохотнюк, Шорф, Илат, кстати. Вот можете ли вы сказать, что все-таки кто бы ни был в этом списке, они понесут ответственность именно за кражу миллиарда? Потому что ведь говорят, ну вот за то можем привлечь, а вот за кражу миллиарда вот как-то сложнее. Во-первых, ну кто бы ни был, это понятие очень растяжимое. Потому что в этом кроле, то, что в прессе было, там очень много вещей, которые появляются из пресса. То есть с кем и как работать, и кого там поднимать иммунитет, либо привлекать к ответственности, это должна заниматься прокуратура и следственные органы. И я думаю, что они этим займутся. Я думаю, что будут изменения еще в Генеральной прокуратуре. Мы работаем в этом направлении вместе с партнерами по власти. И у нас четкая и ясная позиция, что те, которые в этом замешаны, они должны отвечать. Я знаю, что в обществе очень много обсуждается, что хотят больше крови и зрелищ. Но здесь, конечно, будет привлечение к ответственности, и это обязательно будет, и это должно быть. Но все должно быть так, чтобы потом эти же люди не вышли с химией из ВД. Должны заниматься прокуратура, должны заниматься соответствующие органы. Я вам хочу сказать, что этим уже занимаются. Вот народ хочет, наверное, не только хлеба и зрелищ, а вот в данный момент еще хочет, чтобы деньги вернули, Игорь Николаевич. Это непростой такой вопрос. Я вот уже вижу цифры, кто-то говорит, 15% сможем вернуть, кто-то 20% уже говорит. Помните, вы отказывались подписывать закон, согласно которому на плечи народа должно было лечь вся эта выплата долгов. Поэтому неспроста люди задают эти вопросы. У вас есть какие-то прогнозы? Вы как видите эту ситуацию? Во-первых, я думаю, что в этом направлении есть очень много работы, и деньги можно вернуть. Просто нужно правильно работать и очень быстро. Можно найти, если не деньги, то активы тех, которые замешаны в краже. И наложить арест на эти активы, не только в Молдове, потому что очень много активов за рубежом. И я уверен, что соответствующие органы и в Соединенных Штатах, и в Израиле, кто-то надеется, что в Израиле ничего не получится. Я думаю, что если мы правильно поступим, мы можем найти значительную часть этих средств для того, чтобы вернуть бюджет. То, что касается вот этого закона, который поставил на плечи, давайте, чтобы было четко и ясно наша позиция. Так. Позиция президента и социалистов не поменялась. Мы хотим отменить этот закон. В коалиции с этими нашими партнерами это не получится. Потому что они против. Потому что МВФ против. Потому что есть процедура. Но позиция партии социалистов, я знаю позицию фракции, мы общаемся каждый день, и позиция президента не поменялась. Как только у нас будет достаточно голосов в парламенте, мы этот вопрос поставим жестко и мы его решим. Так же, как и другие вопросы, которые мы обещали нашим избирателям. Но для того, чтобы воплощать все эти вещи, нужно иметь парламентское большинство. Нет у нас сейчас парламентского большинства. Пока что. И в этом парламенте, скорее всего, его не будет. Потому что я не хочу, я об этом говорил. Мы не будем брать депутатов от демократов для того, чтобы сделать свое парламентское большинство так, как поступал Плохотнюк. Потому что это неправильно. Потому что мы сами были против вот этого перехода, перебежчиков и так далее. И делать это самим мы этого делать не будем. Поэтому, если мы не найдем соответствующую возможность голосовать в этом парламенте за эти инициативы, мы видим, что в плане мероприятий, которое было подписано между социалистами и правами, эти вопросы не были включены, потому что не были согласны, который был наш партнер. Но это не означает, что эти вопросы исчезли. Мы будем настаивать на эти вопросы. И либо это получится в этом парламенте, либо будет другая конфигурация парламента. И будем решать эти проблемы. Я вернусь к вопросу по коалиции, потому что интересно, вы сейчас начали об этом говорить. Но не могу не задать вопрос очень прямой, который люди очень часто задают, я уверена, в том числе вам. Они спрашивают, когда будет конкретное уголовное дело на Плохотнюка. Потому что, вот, позвольте, я закончу вопрос. Вот многие говорят, ну аж может быть ждать опять генерального прокурора нового, чтобы он... Во-первых, уголовные дела не открывает президент. И президент не должен давать поручения прокурору, либо следственным органам, открывать на того или другого гражданой республики Молдова уголовные дела. Прокуратура должна этим заниматься. В прокуратуре генеральный прокурор ушел, есть исполняющая обязанность. Есть инициатива для того, чтобы создать законодательную основу, чтобы поменять исполняющего обязанности прокурору. Вот сейчас исполняющий обязанности один из замов. Это так закон был. Сегодня в парламенте, в первом чтении, рассмотрена инициатива, чтобы была возможность для президента по принадлежению высшего совета прокурора назначить другого исполняющего обязанности, пока будет конкурс. Потому что конкурс на назначение генпрокурора по процедурам, это минимум 60 рабочих дней. Мы разбирались. И ждать 3 месяца, ну 60 минимум, максимум 90 рабочих дней, вы понимаете, это уже слишком далеко. Поэтому есть идея в том, чтобы был другой исполняющий обязанности, который четко поймет. Задача перед ним очень простая. Вот все, что все, которые были участники этой кражи миллиарда, контрабандных схем и так далее, нужно открыть уголовные дела. И запустить процесс. Вот эта задача будет не со стороны президента, не со стороны премьеры и так далее. Это ждет общество. И этого нужно было делать последние 2-3 года. Вот следующий исполняющий обязанности прокурора должен этим заниматься. Это задача перед ним. И я думаю, что он будет этим заниматься. И это будет очень быстро. Вот пока многие гадают, будет ли это узурпация власти или какие-то бизнес-схемы. Вот, кстати, вот об этих схемах. Вы знаете, о чем сейчас больше всего в этой связи люди переживают? Это тарифы на газ, цены на газ. И вы знаете, что больше всего смотрят в вашу сторону. Потому что говорят, ну, если может кто-то эти проблемы ставить перед россиянами, перед Газпромом, так это президент. Игорь Николаевич, что вы намереваетесь сделать? Как это запуск? Давайте я сначала по схемам быстренько, чтобы было понятно. Ходят разные мужички по разным структурам сейчас, которые занимались контрабандой, занимались разными схемами. В энергетике, рядом с Молдова-Газ, по Янтарю, по другим. Мы знаем. Которые говорят, что, слушайте, я и там говорят на том уровне, что я договорился со всеми, чуть ли не с президентом и с премьером лично. И все это будет продолжено. Руки поотрываем. Я хочу, чтобы этот месседж четко ушел сегодня, когда будет передача вечером. Никто из окружения президента, премьера, спикера, министра внутренних дел этим вещами не будет заниматься. Мы все эти схемы закроем. А те, которые занимаются и сейчас бравируют, они сядут в тюрьму. Уже у нас задокументированы все эти случаи. Сядут в тюрьму. Если я сказал, что сядут, значит сядут. Не занимайтесь глупостями. Все эти схемы будут разрушены. Деньги должны пойти в бюджет. Теперь по Молдова-Газ. Проблема есть. И она довольно большая. Потому что в конце прошлого года, когда нужно было удержать тарифы, либо чуть-чуть даже повысить, потому что была другая цена на поставки газа с Газпрома, прошлая власть дала поручение Андре. Андре как бы у нас независимый. Как бы. Как бы. Вот сейчас они говорят, что они независимые, там хотят что-то делать. До сих пор молчали. Они до сих пор не были независимыми. Как им говорили с офиса Демпартии, там было хорошо. Они снизили тарифы. Для чего? Для того, чтобы попытаться победить на парламентских выборах. Они действовали, вот Демократы, Плохотнюк там и все ихнии. Как действовали по принципу? Победим? Разберемся. Не победим, это проблема их. И оставили эту проблему сейчас нам. И проблема есть. Как ее решать? Потому что это очень болезненно. Потому что народ, да, народ смотрит в нашу сторону. Я каждый день получаю и звонки, и в президентуру приходят люди, и на улице, когда, вы знаете, общаюсь с народом очень часто. Народ спрашивает, что будет. Есть несколько вещей. Первое. Есть внутренние резервы. Там схемы на Молдова-Газ. Десятки миллионов лей выводились ежемесячно через разные схемы. Там есть один парень, который занимался этими схемами с стороны Плохотнюка. Мы знаем фамилию Присакарь. Все знаем. Все знаем. Все задокументировано. Будем разбираться. Не успеют уезжать, уехать из страны. Разберемся. Так вот, есть внутренние вещи. И бывший исполняющий обязанности директора, там, Казаку один, который тоже в этих схемах. Разберемся со всеми. Вы знаете, что до того, как мы сейчас запустили процесс назначения нового директора, вот этот Казак вместе со своими хотел заключить опять на сотни миллионов лей новые договора. Вот сейчас уже после. Прямо сейчас. Вот сейчас. Прямо сейчас. На прошлой неделе. Пока мы не дали по рукам и сказали, не занимайтесь глупостями. Поэтому первое, это резервы внутренние. Было принято решение и выдвинули в качестве директора Молдова ГАЗ Чабана Вадима. Вадим Петрович Чабан, которого мы очень хорошо знаем, который работал в Минэкономике вместе с нами, когда мы занимались энергетикой. Он был директором Андре. Он был в вашей команде. Он был начальником департамента энергетики в Минэкономике, он был директором, один из членов совета директоров Молдова ГАЗ. Кстати, я вам скажу, в 2009 году, когда я занимался Министерством экономики, был министром на одном из заседаний в Газпроме, когда он вышел и представлял нашу позицию. Меня из Газпрома попросили, чтобы я его оставил там в работе. Сказал, нет, такие кадры мы ждут дома. Поэтому мы приняли решение и согласовали, и правительство выдвинуло Вадима Чабана на должность директора Молдова ГАЗ. Сегодня он вылетел в Санкт-Петербург для общения с руководством Газпрома. Я общался с Миллером по этому вопросу в пятницу по телефону. Завтра он вместе со мной вылетает в Москву. У нас будут переговоры. Не я веду переговоры, но мы запустим процесс. С руководством Газпрома. И будет встреча у Козака, у Дмитрия Николаевича, где мы обсудим и эти вопросы тоже. То есть первая часть это внутренние резервы. Чабан должен этим вопросом заняться. И он должен почистить все там. Вся их кормуири, представители Минэкономии, какой-то Шаптев, Фрац или не знаю, есть какой-то там тоже решальчик. Руководство Кишинел, Газ и так далее. Все нужно разобраться, потому что там занимаются вещами, которые не должны заниматься эти люди. Второй большой резерв, который может быть, это, конечно, получение какой-то скидки от Газпрома. Вы знаете, что я об этом говорил не раз. Я говорил, что если социалисты будут во власти с кем-то или сами, мы добьемся и сделаем все возможное, чтобы была скидка на газ. Мы этот вопрос уже начали предварительное обсуждение с руководством Российской Федерации. Завтра мы продолжим эти дискуссии вместе с Козаком Дмитрием Николаевичем. Задача в чем? Чтобы с 1 сентября по 1 января на 4 месяца, как раз отопительный сезон, чтобы Молдова получила какую-то скидку от Газпрома. Я не буду сейчас называть цифры, но я думаю, что это вполне реально. Если мы это сделаем, это, конечно, будет шаг со стороны Российской Федерации в поддержку нынешней новой власти, президента, правительства, спикера парламента, то тогда есть реальные шансы либо не повышать совсем тарифы на газ, либо чтобы это повышение было какое-то символическое. Мы в этом направлении работаем. Я думаю, что до конца июля, середина августа ясность в этом вопросе будет. То, что касается электроэнергии, там тоже есть некоторые запросы со стороны и Немфиноса, и северных поставщиков, там Реднорд, Реднорд-Вест. Но я думаю, что и там можно безболезненно пройти этот процесс. Ну, давайте так, вот по энергетической теме, то, чего пытались нам заложить бомбу, бывшее правительство и бывшая демократическая партия, у них ничего не получится. Мы эту проблему решим. Конечно, мы взяли риски и на себя, потому что я как президент могу сказать, слушайте, занимайтесь правительством, это не моя тема. Моя санда, вы взяли все правительство, мы вам все отдали. Потому что, наверное, у вас есть вопросы по этому поводу. Вот занимайтесь. Но мы понимаем, что это ответственность перед гражданами. Если бы у нас были какие-то политические игры внутри этой коалиции, мы бы так и поступили. Мы бы сделали шаг в сторону, сказали, вот займитесь, вот повышайте тарифы там на несколько десятков процентов, а потом мы вас будем критиковать и отправлять это правительство в отставку. Я так не могу, потому что я обещал гражданам, что мы будем эти проблемы решать. Поэтому вот эту конкретную проблему я попытаюсь решить сам, хотя это не прерогатива президента Республики Молдова, где должно заниматься правительством. Очень многое решение, очень многих проблем зависит от взаимоотношений. Вы бы сейчас говорите, в самой коалиции. Конечно. Вроде как, ну, больше месяца все с удивлением наблюдали, что такие корректные заявления делаются. С моей стороны. Да, да. А вот вчера читаем заявление о том, что госпожа Санту говорит, что неизбежны досрочные выборы. И дай бог, чтобы год продержалось и правительство, и получается вся эта коалиция. Ваш комментарий. Во-первых, я считаю, что выбор, который граждане сделали 24 февраля, вот, есть у меня вопросы к этому выбору, по отношению, там, голосовали за некоторые партии, там, которые с миллиардами и так далее. Я уверен, что больше люди так не проголосуют. Но мне кажется, что с этим составом парламента плюс-минус можно работать все четыре года. Вот мое мнение. Продержится или нет четыре года? Я хочу, чтобы продержалось четыре года. Да я знаю, что и Андрей Анастасов этого хочет. Наверное, и Майя Санду этого хочет. Конечно, есть вопросы по функционированию этой коалиции, потому что мы разные. Мы видели разные заявления. Да. Мы видели разные заявления. Я бы пошел на досрочные выборы только для того, чтобы было меньше демократов и не было бы Шора. Потому что их точно не будет. Потому что их сейчас 40, суммарно, но с этими независимыми, я их ставлю в один котел. Это не соответствует более заявлению. Давайте скажем честно, это не соответствует тому, что хотят граждане видеть. Потому что если сделать средств сейчас, я уверен, что либо демократов вообще не будет, либо будет там до 10 человек. А Шоровцев точно не будет. Поэтому с этой точки зрения, конечно, структура парламента должна быть другая. Если идти на такие перевыборы, то нужно подумать, как, чтобы сэкономить какие-то деньги. То есть делать выборы каждые 3-4 месяца, нам это зачем? Это стоит 80-70 миллионов лет, сколько там стоит? Лучше эти деньги пускать на социальные проекты. Сейчас их очень много. Поэтому если кто-то думает о том, что нужно как-то идти на перевыборы, то давайте их вместе с местными, вместе с президентскими. Чтобы не терять деньги зря. Но лишь бы, давайте сделаем выборы когда-то, это, во-первых, с точки зрения экономики, бюджет, это неправильно. Это первое. Второе. Калиция очень непростая. Но вот этот консенс внутренний, это правительство, соответствует самой структуре населения Молдовы. Вот давайте, скажем честно, половину или 45%, 40% смотрят на Европейский Союз. Хотят ближе с Европой. Там 40-45% смотрят только на Россию, к примеру, или хотят ближе с Россией. Там 10-15% это в центре, который обычно работает в разных государственных структурах, и они смотрят за ними ресурсом. Обычно так, я уже... Ну да, ну близко к этому пока. Поэтому вот эта коалиция, которая была создана и правительство, она соответствует самой Республике Молдовы. Мы разные. И мы до сих пор, вот власть в Молдове были представители то ли одной части, то ли другой. И всегда конфликты были. Если это были левые, всегда правые были против, и у нас были конфликты внутри, в обществе было разделение. Сейчас у нас первые шансы, чтобы мы сплотили общество. Если нам хватает ума, нам, руководителям, и Додону, и Майя Санду, и Гречану, и Андрею Иванову Стасу, то мы этот шанс не упустим. Если кто-то думает, и сейчас важный момент, что вот им отдали все министерства, и они вот такие большие правители, и делают разные декларации, я хочу им напомнить, что у них 26 мандатов. Не 51, даже не 35, как у СССР. 26 мандатов. И ситуация может двигаться вперед, только если мы вместе. И нельзя смотреть однобоко, что вот их партиям они хотят вот это, это, это. Социалистам тоже нужно решать проблемы своих избирателей. Нам нужно с пенсиями разобраться. Нам нужно дать увеличение индексации в два раза пенсии в год. Это наши программные... Мы обещали? Конечно. Мы должны разобраться с тарифами. Мы должны в Тишиневе с термоэлектрикой... Много вопросов есть. Социальных мы не ставим других. Так вот, если наши партнеры по коалиции это поймут, тогда оно будет дальше все будет двигаться. Если не поймут... Ну, сколько обычно дается медовый месяц правительству? 90 дней? Ну, 100. Ну, 100. Ну, вот, начало сентября... У меня вопросов очень много, как во многих министерствах, я честно скажу. Я понимаю, что они люди новые. Я понимаю, что они, наверное, не видят всех процессов. И мы пытаемся им помочь, честно скажу. Я поручил всем своих советников. Я попросил всех наших депутатов, чтобы они снисходительнее были на этом этапе. Потому что, ну, есть проблемы. Это не люди, которые... Хотя там есть и профессионалы. Есть профессионалы. Вот у меня очень хороший диалог с министром экономики. Он не работал в государственных учреждениях. Он не работал в Минэкономике. Но мы себя друг друга понимаем с полуслова. У меня очень хорошее отношение с Майей Сандо. Мы себя тоже понимаем с полуслова. Но мы должны понимать, что мы в команде. Здесь невозможно по-другому. Мы пока что на этом этапе. Мы ведем себя, мне так кажется. И фракция, и президент, и так далее. Мы с пониманием относимся. С пониманием. Мне кажется, наши партнеры не всегда это понимают. И оценивают. Вот они должны это ценить. И пока что мы закрываем глаза на некоторые вещи. Если они продолжат так же, ну, тогда мы этот шанс упустим. Для того, чтобы продержаться, чтобы двигаться вместе. Это, еще раз, движение с двух сторон. Не может быть односторонним. Пока что они думают, что это одностороннее. Что мы все должны. Они там... Ну, пока что мы так... Смотрим на все это. Внимательно. Согласны ли вы с тем, что первый серьезный экзамен будет, это должность генерального прокурора, чтобы вот вы вместе проголосовали за... Ну, во-первых, мы не голосуем вместе там. Там президент подписывает. Ну, все равно. Там высший совет прокуратуры должен выбрать и предложить президенту генерального прокурора. Я не вижу в этом больших проблем. Я думаю, что... Здесь есть несколько принципиальных моментов. Концептуальных. Они настаивают, чтобы это был гражданин другой страны. Да. Мы категорически против. Я видел там, приглашали кого-то Саакашвили, Мишу. Ну, тот поездил по всему миру. Давайте будем серьезными. И чтобы услышали мою позицию четкую. Пока я президент, а фракция социалистов в парламентском большинстве, никаких вот таких, не знаю, как лучше назвать, специалистов внешних во главе государственных структур не будет. Я понимаю, что это кому-то может очень нравиться, что приглашать каких-то специалистов из-за рубежа, граждан, и ставить генеральными прокурорами, руководителя Национального банка, чуть ли не президентами и так далее. Не будет этого. Если мы страна, если у нас государство, если мы ценим свой народ, если мы не банановая республика, как кто-то хочет превратить, то отдавать под внешнее управление госинститута мы не будем. Поэтому здесь принципиальная позиция. Не нужен нам никто. Не вот это, может быть, хороший специалист, прокурор из Румынии, либо Саакашвили, который уже 3-4 страны поездил, и еще здесь он нам не нужен. Этого не будет. Чтобы узнали четко и ясно мою позицию. Это первое. Второе. Конечно, мы наставим, чтобы были специалисты. Хватит нам, когда ставили энергетиков на Министерство здравоохранения, либо ветеринаров на Министерство обороны. Мы наставим, чтобы во главе государственных институтов были специалисты. Нам некогда. Вот они ходят сейчас в последнее время, чтобы было из гражданского общества больше людей. Я не против гражданского общества. Но у гражданского общества есть свои функции. Пусть они пройдут определенные этапы, пусть они там пойдут в Министерство, поработают год, полтора, два, поймут, что это такое. Или в Нацбанк, или в Андрей, и так далее. Везде есть четкие условия, кто может быть назначен на функцию руководителя. Поэтому, конечно, здесь есть у нас разные мнения, но мы обязаны найти компромисс. Во всяком случае, мы не примем ни специалистов, и граждан другой страны. Ну вот смотрите, внешняя политика со стороны выглядит все довольно-таки на сегодняшний день неплохо, даже, я бы сказала, замечательно. Никого из страны не высылают, персонами Нонграда не объявляют. Журналисты приезжают. Да, журналисты приезжают, совершенно спокойно берут интервью, понятно. Но, кстати, да, вы встречаетесь с заместителем госсекретаря, господин Анастасия в Совете Европы голосует за возвращение России. Ну просто, вот не знаю, не на радость. Идилия. Да, но. Я помню, что вы выступили в Мюнхене со своей идеей большого пакета для Молдовы. И вам очень важно, чтобы, там три момента, по-моему, из самых важных, чтобы их разделяли ваши коллеги по коалиции. Игорь Николаевич, они разделяют? Давайте так. Взвешенная внешняя политика, это первый пункт. Что такое взвешенная внешняя политика? Это сохранение хороших, дружеских, стратегических отношений, партнерства с нашими внешними партнерами. И на Западе, и на Востоке. Это означает, что мы не будем аннулировать соглашение с Европой, но мы никогда не говорили, что мы будем членами Европейского Союза. Давайте вот это разделим. Потому что меня тоже пытались спросить, Игорь Николаевич, вот ваши правые партнеры говорят, что чуть ли не через 2-3 года они будут подавать заявку на вступление в ЕС. Куда вы будете подавать? Мы проходили через... Да, уже были такие обещания. Мы никогда не говорили, что Молдова станет членом Европейского Союза. Я никогда не говорил. Я считаю, что мы должны следовать своим национальным интересам. Да, есть соглашение, которое мы сейчас используем для того, чтобы улучшить качество жизни Молдови. Чтобы были лучше юстиция, прокуратура, чтобы работала нормально, чтобы зарплаты были, чтобы здравоохранение было хорошо, чтобы дороги были хорошие. Не европейские, как у Лукашенко хотят. Там лучше хотел Лукашенко, чем в некоторых странах Европейского Союза. Вот так я вижу. Но мы не говорим о том, что будем членами Европейского Союза. Но в то же время мы хотим вернуть нормальные отношения с Россией. Вот в этом пункте, мне кажется, все идет так, как я говорил. Соглашение с Европой они применяются. И мы здесь никаких проблем не видим. Европейские партнеры, я им это говорил, но европейцы же сами говорят, что они не готовы расширяться. Балканские страны в очереди там уже 5-10 лет, и никто им не говорит даже, что они будут членами Европейского Союза. Мы куда торопимся. Давайте решать наши проблемы. С Россией диалог возобновился. Вот есть новый совпредседатель Межправ Комиссии. Я знаю, что ту ноту марта 2017 года, когда Филипп запретил всем ехать в Россию, я знаю, что эта нота либо уже отозвана, либо будет отозвана. То есть у нас вот принцип взвешенной внешней политики, мне кажется, что он сейчас соблюдается. Это первое. Второе. Там был нейтралитет. Там нейтралитет, да. Но для того, чтобы поменять позицию государства, нужно менять конституцию. В Конституции четко прописано, что Республика Молдова нейтральное государство. Там международно гарантированный нейтралитет. Нет, нет. Да, это следующее. Поэтому по нейтралитету никаких изменений в худшую сторону в Молдове не было. В Конституции есть четкая позиция президента. Хотя бы половина власти об этом говорит. Другая половина ничего не сделает. Они не вступят НАТО без нас. А мы этого никогда не допустим. Международно признанный, ну этот вопрос вы уже говорили, что я обсуждал из представителей ГУЗДЕПа Соединенных Штатов. Для нас это принципиальный вопрос. Потому что это залог решения Приднестровской проблемы. Без этого наши партнеры побоятся просто. И третий момент это решение Приднестровской проблемы. Здесь по этому вопросу мы решили действовать следующим образом. В ближайшие месяцы мы будем заниматься политикой малых шагов. Там есть чем чем заняться. И Шов один из лучших специалистов в этой области. Это правда. И он работает активно. Вот Надях он будет со мной завтра в Москве. У Козака будем встречаться потом у него встреча с представителями Приднестровья на следующей неделе или через неделю. То есть движение есть. То, что касается концептуальных вопросов стратегических статус Приднестровья реинтеграция страны для этого мы должны пройти как минимум вот этот медовый месяц с нашими партнерами по коалиции. Сейчас с ними это обсуждать невозможно. Если мы поставим этот вопрос сейчас он взорвет просто. И коалицию и все взорвет. Поэтому если дай бог мы продержимся полгода год сработаемся вместе тогда я вам скажу что я довольно оптимистично расцениваю возможность движения очень быстро. Почему? Потому что у нас если будет этот консенс внутренний левых сил и правых есть очень большая вероятность что о том о чем мы договоримся здесь мы получим на это поддержку внешних сил. Если будет другая форма если будет давайте так если будут только левые власти к примеру левые имеют там 70% либо 60% правительство и так далее то что они предложат правые будут критиковать и сразу их партнеры внешние тоже будут критиковать и наоборот поэтому вот эта конструкция сегодняшняя внутренняя почему она очень интересна для национальных интересов если мы оставим сторону там одно министерство туда одно сюда это не как это важно но это не столь важно с точки зрения стратегического видения дальше если мы государственные люди смотрим дальше вот эта конструкция внутренняя консенсум будет основой для внешнего консенсума как было месяц назад почему внешний был консенсум когда Плохотнюка убрали отсюда потому что были и левые и правые силы вместе нашли консенс и внешние партнеры тоже поддержали этот консенсум так вот если эта конструкция продержится хотя бы полгода год то я уверен что мы можем предложить нашим внешним партнерам какой-то консенсум и по Приднестровской проблеме все от нас зависит я очень надеюсь что эту передачу посмотрят наши партнеры по коалиции они должны понять что это партнерство это намного намного больше чем одна должность ЦИКи там члена Центральной избирательной комиссии либо одна должность там замминистра или директора предприятия этот консенсум он может стать решением для очень многих проблем Молдови поэтому вот мы сейчас мы может быть у нас может быть больше опыта мы очень много идем на встречу очень многих вопросов я очень надеюсь что наши партнеры это поймут мне кажется что госпожа премьер-министр начинает это понимать я знаю что есть советники я знаю что есть давление со стороны электората права чуть ли не кричат что отдали все социалистам а что отдали социалистам а наш электорат как вы думаете что говорит что мы отдали правительство права они говорят что если посчитать количество портфелей то явно нельзя исходить из количества портфелей вот так или так потому что ну с той стороны говорят что отдали СИБ отдали из трех функций государства два социалистов президент и спикер которых невозможно снять кстати нужно 67 голосов можно по-разному приводить аргументы с одной стороны и с другой мы должны понять что мы работаем в команде вот если мы будем смотреть на эту конструкцию как командную работу тогда у нас есть шанс я очень хочу чтобы мы так смотрели я делаю все для этого ну вы действительно очень аккуратно высказались в отношении Приднестровья это как продолжение потому что смотрите когда у общества большие ожидания что наконец-то вот эта вот смочка между Плохотнюк и Грушан помните говорили ничего нельзя решить там пока эти люди между собой даже не надейтесь вот сейчас все ждали то что скажет Дадон а вот вы вместо федерализации пошли и сказали я за демократизацию Приднестровья вы удивили а вот что вы вкладываете в этот снос вы знаете наши партнеры с левого берега конечно я не знаю они довольны или нет тем что происходит Кишнеры но скорее всего они довольны судя по их заявлениям вот судя по заявлениям я не хочу отвечать такими же заявлениями потому что я понимаю я понимаю экономику я понимаю все я понимаю дьюти фри который работает Приднестровья кстати вы знаете что лицензия на эти дьюти фри которые появились в Приднестровье в 2015 году для контрабанда все понимают 2 миллиарда в год 2 миллиарда в год это только сигареты и спирт вы знаете что 8 июня вот именно в тот день когда мы создавали правительство у них есть стекла лицензия на эти дьюти фри а вы знаете что 12 июня им продлили еще то есть мы здесь боролись были заблокированы государственные учреждения они подписали случайно я не верю в такие случайности 8 июня заканчивается там лицензия они 12 берут еще продлевают для того чтобы сделать нам проблем потому что мы сейчас должны это перекрыть и мы перекроем но вот таких примеров говорят что мы слишком критикуем прошлое правительство вот таких примеров каждый день мы находим новые и новые и новые которые они делают поэтому по поводу Приднестровья я думаю что нужен диалог нужно выполнять то о чем мы договаривались у них есть принципиальный не жесткий а принципиальный переговорщик со стороны Молдова в лице Василия Владимировича нужно договариваться нужно идти на контакт других вариантов нет других вариантов нет поэтому в целом если говорить я думаю что можно решить кучу проблем можно двигаться дальше если позволите я вернусь к визиту господина Хейла два момента мне были интересны вы с ним вы сами написали о чем вы с ним говорили первый момент хорошая практика замечательно вот даете делайте нашу работу потому что мы потом берем формулировки и задаем вам же вопросы вот смотрите по поводу того же нейтралитета вы сказали что вы с ним это обсуждали мне интересно что он сказал вам в ответ это первое и второе говорили ли вы о судьбе господина Плохотнюка потому что до сих пор официального подтверждения что он находится в штатах у нас нет о судьбе Плохотнюка разговаривать с госдепом я думаю что мне не стоит об этом должны говорить следственные органы они должны открыть здесь уголовные дела на основании документов которые у них есть и двигаться дальше по процедуре если нужно будет поднимать этот вопрос на политический уровень они должны сказать премьеру президенту что слушайте мы подали документы туда они там блокируют тогда мы на политическом уровне скажем просто месседж нашим партнерам Соединенных Штатов и так далее это первое второе то что касается нейтралитета но они всегда говорят что они соблюдают конституцию республики Молдова что в конституции написано что это нейтральная страна и все прагматично хороший ответ тогда поговорим еще на одну интересную тему поговорим о деньгах вот смотрите чих международных да международных потому что вчера мы слышим новость европейцы решили возобновить финансирование вот весь месяц говорят что вы знаете все хотят просто сдавать Молдове деньги и МВФ и тут американцы вот я смотрю на это все и думаю в одном что бесплатный сыр да я думаю все ли условия мы знаем потому что вот когда происходит такая всеобщая эйфория нужно задавать себе эти вопросы может мы что-то не понимаем в честь чего это вот так вот возлюбили что называется и поверили ну давайте так я не верю бесплатный сыр и у меня есть опыт ведения переговоров с нашими внешними партнерами лично я знаю все условия и МВФ и европейской комиссии и так далее и в одном и в другом случае мы родину не продали давайте так начнем плюс этой ситуации в том что вот этот консенсус который внутренний наш партнер готов поддержать смотрите Российская Федерация тоже открыла больше в своей рынке она продлила преференции и вчера или сегодня отправили список 500 предприятий уже поставщиков раньше было 100 или 150 сейчас мы отправили список 500 чтобы все производители смогли поставлять свои товары на российский рынок смотрите если мы получим эту скидку на газ это тоже шаг со стороны России потому что скидка стоит десятки миллионов долларов на несколько месяцев поэтому мне кажется что здесь нужно не искать что-то что там скрыто нужно понимать что это поддержка наших внешних партнеров которые поддержали этот мирный процесс который был в Молдове и они поддерживают эту власть поддерживают парламентское большинство президента и правительство нету в программе МВФ там кроме нескольких вещей которые мы очень долго с ними обсуждали детально существенных каких-то повышение налогов либо урезание зарплат пенсии этого нету этого нету с европейской комиссией это все что касается избирательной системы вернуть на пропорциональную да первое чтение закон принят будет во втором чтении скорее всего на следующей неделе либо через неделю там есть и другие по демократизации но основным пунктом для денег с европейского союза это программа СМВФ потому что у них там все экономические вещи всемирным банкам с которыми сейчас ведутся разговоры это конечно в основном они делают уклон на что на пенсионные вещи и на некоторые структурные реформы там сельское хозяйство и так далее компакт вот вы говорили это провокировали миллениум челлендж корпорейшн у нас есть опыт миллениум челлендж корпорейшн потому что переговоры вела гречаная в 2006 просто американцы дали денег после того как коммунисты ушли из власти на ту дорогу и на ирригационную систему но я знаю потому что она сама запустила этот вопрос говорит давайте сделаем компакт 2 либо дороги либо там хорошие больницы 2 2 большие больницы региональных кстати она бандитца стоит где-то 70-80 миллионов евро если сделать ее региональной большой одну бельце другую на юге потому что в Кишневе более-менее есть услуги неплохие но сделать 2 региональных и мы об этом говорили с премьер-министром здесь общая позиция либо ну лучше и больницы и дорога дорога юг-север чтобы связать вот я бы не искал здесь ничего такого у нас контакты неплохие я тоже планирую в ближайшее время посетить некоторые западные столицы есть предварительная договоренность в сентябре Брюссель официальный визит есть предварительная ну уже не предварительная скорее всего я буду участвовать в ассамблее ООН в Нью-Йорке с выступлением от имени республики Молдова есть и другие мероприятия в которых мы будем участвовать я надеюсь что премьер-министр посетит Москву я им это советую думаю что это правильно я знаю что Медведев пригласил Дмитрий Анатольевич я думаю что это правильно мы же не стесняемся ехать там в Европейском Союзе в Соединенные Штаты это правильно мы же представители государства не политической партии которая имеет определенную идеологию и геополитическое видение нужно представлять интересы всей страны поэтому я говорил Майя Сандо что нужно конечно поехать нужно участвовать во всех заседаниях на уровне премьеров в СНГ потому что последние два с половиной года не участвовали а мы члены СНГ и нужно эту площадку использовать как президент использует западные площадки так и премьер должен использовать эти площадки я думаю что это будет такое движение будем двигаться сейчас я вам задам вопрос на который люди вашего уровня вашего положения обычно говорят ну еще рано говорить но я рискну вам его задать потому что ваша коллега уже высказалась на этот счет я говорю сейчас самая сам но когда ее спросили о президентских амбициях на выборы 2020 может быть и 2021 может быть и 2021 вот думали ли вы об этом есть ли у вас ответ на этот вопрос в отношении вашего участия в них во-первых я участвовал как кандидат от партии социалистов да поэтому даже если будем выдвигаться будем конечно с поддержкой партии социалистов у нас партии мы этот вопрос не обсуждали мы обсуждали конечно местный выбор и буквально на этой неделе будет заседание исполкома потому что я я не скрою не в рабочее место время за последнюю неделю я провел штабы социалистов по северу по югу по центру и по Кишиневу лично с моим участием для того чтобы понять пульс вы знаете что я наверное не открою никакие секреты у социалистов самая развитая партийная инфраструктура на данный момент есть структура во всех наследных пунктах поэтому для нас сейчас задача местный выбор первая задача дальше после этого что будет готовиться к досрочным парламентским или к президентским мы будем решать вместе но я думаю что на парламентских на местных выборах у нас очень хороший шанс я думаю что социалисты получат очень хороший результат в отпуск собираетесь и если да то есть какие-то конкретные ответы на этот вопрос еще не думал об этом у нас очень много мероприятий до конца июля вот в эту пятницу инаугурация Башка на Гагаузе кстати впервые в инаугурации я предложил премьеру чтобы она участвовала будем участвовать все президент спикер и премьер замечательно будем выступать вместе на инаугурации Башка на Гагаузе я думаю что это очень правильно кстати после официальной части будет концерт Софьи Ротару мы помогли для того чтобы граждане Гагаузи жители Гагаузи не граждане жители автономии чтобы у них впервые спела Софьи Ротару я думаю что многие из Кишнева тоже поедут поэтому очень много работы до конца июля нужно закончить конкурс по конституционному суду я надеюсь что к 29 июлю к дню конституции к дню конституции 25 лет у нас будет новый состав я попросил чтобы к концу следующей недели парламенте они пришли и они должны клятву дать перед парламентом и президентом поэтому эти вопросы нужно еще менять бюджет на этот год нужна налоговая политика поэтому очень много очень много вопросов мы планируем может быть маленький отпуск с 1 по 11 августа это касается и депутатов потому что в середине августа скорее всего мы проведем несколько экстрадинарных сессий парламента то что парламент уходит в отпуск 31 июля и возвращается в сентябре но есть очень много вопросов поэтому я думаю что парламент будет работать и в августе тоже и очередная сессия и очередная сессия для того чтобы решать текущие проблемы потом 20 августа уже начинается избирательная кампания на местные выборы и это правда Игорь Николаевич не все вопросы задала но очень благодарна потому что появилась возможность из первых уст получить комментарий на важную тему спасибо спасибо большое правимся все будет хорошо вы смотрели программу полюс я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин